Всем привет, с вами Герка, и сегодня мы продолжаем проходить Уфа Afterlife. В прошлой миссии мы закончили на том, что защитили две вот эти вот наши территории от поржения экспедиции, потеряв при этом Кузю. И теперь нам необходимо заключить с ними договор, пока они снова на нас не напали. Чтобы заключить с ними договор, нам необходимо разорвать союз с этими. Мы разрываем договор, нам становятся доступны новые миссии по атаке в декуланских провинций. И, собственно, теперь мы должны их атаковать, чтобы статус союза с ними изменился, на статус войны. И мы сможем заключить договор о перемирии с экспедицией. Почему я хочу сотрудничать с экспедицией? Ну, даже со стороны людей, посмотрите, агрессоры это вот эти вот ретикулани, эта группировка, которая уничтожила, устроила этот апокалипсис на земле. Так, на секунду. Так, извиняюсь. Я вернулся в эту небольшую заменочку. И... Мы продолжаем. Так. Данил у нас апнулся. Повышаем ему тоже локкость. Полина достигла 15 уровня. Тоже локкость. У него это был приоритетный навык. Далее. Нам, наверное, стоит дождаться возвращения научного транспорта. Я не уверен, на самом деле, что будет, если я... Ну, по идее, как только я нападу на одну из территорий ретикулан, то есть, перейду с ними в состояние войны, то ретикулани, которые были у меня, то есть, вот, Тихон и Кузя, который уже умер, они покинут меня. Ну вот, что случится? Он идет прямо вот из транспорта или останется? Ну, давайте проверим. Для этого нам необходим отмят. Так. Который будет, собственно, отокладить и текулан. Давайте посмотрим, что у нас есть. Проверим состояние здоровья у них. Ну, в принципе, спешить некуда, поэтому пускай подлечится. Да. Пускай подлечится. Член вашей команды завершил обучение. Так. И наш доктор теперь крайне стойкий. То есть, когда ему снимут зеленую полоску здоровья, он будет продолжать выполнять приказы и может поли ищить себя и других бойцов. И мы можем атаковать главную пиэкость зеронидии. Такие. Член вашей команды полностью здоров. Мы открыли и исследовали новую территорию. Можно атаковать новую территорию. На самом деле, можно попытаться. Агрессивность позволяет. В вашем отряде пополнение. И в нашем... В наш отряд пополняют два новых бойца. Это Клод Нассаль и Ер Нассаль. Братья-близнецы. Сыновья. Полина. Интересно. Вот. Как раз таки из них можно будет сделать спецам по проникновению. То есть, вкачивать им маскировочку. Укрытие. И прочие навыки. Скрытость. Можно будет даже в ближний бой. Обучить параметры у них. Ну так как они близнецы, да. Одинаковые. Соответственно, первый приоритетный навык это атлетика для бега. Ну а потом уже включ achieving состав какого-либо обмена. И они будут проходить в дальнейшее обучение. На планету построена новая станция. Член вашей команды полностью здоровы. Можно атаковать новую территорию. Поступление ресурсов увеличилось. Открытие новой технологией. Мы забыли новую территорию. На планету посмотрите находится. На планете построена новая станция. На планете построена новая территория. Изучаем новые технологии. Строим станции. Всё идёт по плану. Так, а что за... Перебиваем металлургия. Некоторые учёные не заняты. Возможно, следует построить... Так. Стало доступно новое здание. Да нет. И от химических тех, мы можем построить, потому что у нас... Он был доступен уже давно, но индикатор. Их металлу. А что мы можем построить новое? Подождите, стойте, стойте, стойте. Чтобы обрабатывать эти металлы, нам нужно построить литейный цех. Но литейный цех мы построить не можем, потому что его нет. Может быть, он уже будет... Да, а, литейный цех уже построен. Вот, что мы можем сделать. Ну что ж, смотрим. Новое... Вооружение. Яш. Для производства некоторых предметов необходим определённый... Ну, он похож... Вот если это катана... Это, возможно, выкидзаси. Ну, я не особо разбираю. Может быть, цех. Посмотрим. В любом случае, новое оружие ближнего боя. Наверняка крайне эффективное. И... А, да. Ещё одно здание строится. Так. Стрелковое вооружение. Ну, всё по старому. И здесь всё пока что... Неужели... Открываются только... О. Только вот эти вот... Катанки. Я думал, будет лучше. А может быть... Да. Теперь в приоритете. Боевые роботы. Боевые роботы почему? Чтобы воевать эффективно против ретикулана, нам нужны роботы, которых они не смогут выбрать под контроль. Так что пока подождём с передовыми землями технологиями, и да, разберёмся с боевыми роботами. И вот. Быстро, стремительно. Боевые роботы готовы. Теперь нам надо построить здание. Да, тех по сборке роботов. Без него мы не сможем их производить. Так, сколько времени? Два часа и... Где? И три часа. Ну, нет. Четыре, ладно. Семь, шесть часов. Так, химический тех построен. И тех по сборке роботов построен. Так, теперь... Наши инженеры могут приступить к... Вернуться в производство, вернее. Для производства некоторых предметов. Так. Нам надо... Для производства некоторых предметов необходим определённый уровень сырья. Ну, для начала у нас, в принципе, такого ничего особого не открыто. Обычная ходевая часть. Построим... Два... Двух роботов. Две-трили для них. Чтобы использовать роботов в бою... Соответственно, оружие. Одному дадим... Так, лазерную пушку все еще нельзя. Одному... Одного снастенной винтовкой. Одного пулемётом. И, соответственно, ботоней для них. И... Патрон. Ага. Ну и... Пару запчастей. Для последующего ремонта. Насколько. Хорошо. И, наверное, даже... Так. Становится доступно новое обучение. Техника. Техник. Вот, пожалуй, Николай будет у нас техником-работотехником. Остальных потом посмотрим, подумаем. Кстати, вот Олег. Нужно пройти подготовку по... Оружейному... Оружейной специализации. И у нас опять тормозится производство. Но... Но... Что нам становится доступно? Такая штука, как... Снайперская винтовочка. Которая... Вот она. Два. Вот такая вот штука. Очень красивый внешний юг. Мне она нравится. И на неё акселератор ставим. Выдаём юг. Патроны у меня такие же, как и у всего стандартного вооружения. Проверим снаряжение юга всех отрядов. Ну, сюда уже. Или всё-таки можно поставить... И подставить живой юг. Если не ставить, то можно её. Ну, и текст. Это было бы слишком нелогично. Так, значит, набираем эти патроны. У меня больше ничего не будет. Так. Фризер это скрытная сеглана у нас. Ну, потом, в следующем... Тут будут, вероятнее всего, эти близнецы. Тоже оружие сглушительными, в общем. Так, ну, и ждём производства роботов. И будем уже потихонечку нападать на эти территории. Вот ещё одна территория занята, и наши инженеры на занятии, а потом на лимуле. Так, хорошо. Я не знаю, почему нельзя атаковать горы Элизу, вот это вот. Мы открыли и исследовали новую территорию. Открыто новое науле. Не важно. Мы можем занять новую территорию. Исследование, вот, ну, какое-то у нас топливо. Поэтому не будем пока туда вноваться. Не особо оно нам надо. Уже куда мы хотели долететь. В общем, летать мы можем повсюду. И везде, где хотим. Топлива достаточно. И новая технология. Передовые землёй технологии. Да, новое оружие, модули. Очень лёгкая, но прочная броня. Кстати, если мы это посмотрим, она сразу становится доступна. Или всё-таки, всё-таки, видимо, нам придётся, придётся новое... Да, вот, улучшение роботов, улучшение ТД, технологии Гатлинга. Что ещё? Вроде всё, пока больше ничего. А, вот, стабилизация стрибы. Ну вот, почему я, собственно, шёл технология Гатлинга. Как мы могли уже догадаться, это вот этот. Не вот этот, а тот самый легендарный честостольный пулемёт. Хорошо. Ждём, ждём производства роботов. Очень долго, очень долго. Всего лишь один бинат там трудится. Оно сейчас у нас в приоритете, поэтому отправим, наверное... Им нужны турели и оружие. Вот так вот делаем, чтобы ускорить процесс. То есть, что это может быть утромаживать оружие наше. Уступление ресурсов увеличилось. И, в принципе, уже мы можем... Член вашей команды завершил обучение. Отпустить ретикуламина, потому что скоро нападём. Так, по бизнесу заканчивают обучение. И, в принципе, мы их уже отправим... на атаку на тепло. Наше территорию вторглись захватчики. Так, слишком большая весильность следы. Мечтав, что на всех нет, имени формы. Боя. Тебя кто? Настрой боевой. Поэтому давайте попробуем. Мы открыли и исследовали новую территорию. Член вашей команды полностью здоров. Ну, вот ещё одна территория с металлом. Но металл нам не слишком нужен, поэтому... Опять же, не будем торопиться. И осталось построить только топливную скважину, и наши инженеры вернутся на базу. Пройдём имя новое обучение, разберёмся с производством, и потом уже начнём потихонечку выстраивать радарные станции. Но пока я не знаю, где их выстраивать, потому что... В принципе, даже их можно не отпускать, а выставить их вот тут, по периметру. Вот здесь. Вот на этой провинции. Так, кстати, где будет строиться? Ага, тут. Значит, в принципе, мы можем уже и начать потихонечку строить радары. Здесь. Здесь. Даже нет. Сейчас. В целом вот так. Сначала построим военную станцию, затем топлива. И по периметру пройдёмся. Построим везде радары. Тут территорию мы защитим, значит, построим и тут её. Ну и вот здесь. И всё. Вот у них много новых заданий, но тут ездить недалеко, поэтому они должны справиться достаточно быстро. Ну что, и приступаем к защите... К выполнению миссии по защите нашей добывающей шахты. Ага. И ничего, я одну деталь, то что ночью надо было подвигаться. Но попробовать всё равно стоит. Дайте камеру. Дайте камеру. Дайте камеру. Дайте со снайперами. Дайте со снайперами. Дайте на меня. Слышим вода. От всех остальных. Ну вот так вот пройдёмся в поле. Дайте. Дайте, что ты слышишь? Дайте, что ты слышишь? Так, кто у нас там? Какие приказы? Ага, понятно. Так, Дима уже поломка сапандра. Тут вот эти вот... Мостки немного прикрывают насыть гранат, ну, от определённых проявлений. Что ж посмотрим. Я пошёл. Ладно, ладно. Я готова. Иду. Атакую. Что ж посмотрим. Как мы видим здесь. Еще один алхимик. Да. Вроде бы на Диму фокус поэтому отведём её подальше. И у нас вождь. Вождь это плохо. Поэтому да. Слишком уже опасное задание, тем более агрессивная среда. Давайте выполним основное задание и эвакуируемся. Нечасто я так делаю, но сейчас это необходимо. А тут у нас уже в прайл группа идёт всё-таки в опасности будет находиться, как и Полина. Поэтому... Идём Полину. Вот это так, кто не получил, не прицел. А этот всё-таки выстрел по Светлане, поэтому делаем вот такую пробежечку. Атакую. Мы будем на режим стражи, подойдём поближе и уже . Смотрим как они... Получается, ну, вроде бы она убегает, но с капонусом он, порушил. Айяяяяя, Дима, убегает. Взём. Поражение боната. Да, тут червь, так что они слишком опасны. Я готова. Не буду не прозироваться. иду, атакую противник темой справиться и один запас так, божь стреляет, идет шанс попадания такой 37, ну, шительный, до такого расстояния, видимо, вот это вот оружие, какая-то винтовка их, улучшенная винтовка иди, достаточно неплохая у него точно так угу не радует его столько алхимиков столько вождей так, отведем, вроде бы гранаты нет, гранаты не понятны, поэтому снимаем следы так все планы в опасности все в опасности чего вообще ладно, без проблем все таки все таки пока лучше отправить туда мужички разберутся с этим а потом я не смогу я выхожу атакую иду сделаю что смогу вводим все планы с подогнем борт попадает поют и урон достаточно сильный поэтому отведем вютно все она должна сделать все отлично вводим ее подальше и продолжаем вести огонь по ахимику так алину и введем вот под стену как и в принципе иди и и и и и и и все равно слишком больше опасность еще больше в а очень в общем везде враги везде враги вот как все плохо но тут вождь но ее ситуация просто опаснейший я надеюсь он справится первым убиваем естественно шамана чтоб он не мог хилить какие будут приказы так застегим точки и бежит добиваться вождя так отлично дальше у нас бождь опасным ситуациям честно но очень но сейчас должна быть только нужно добиться интересы жил так отлично добивает уже может попытаться вот этого не знаю что не получится как сейчас потерять сознание вдруг вдруг получится тогда будет хорошо сколько у него осталось ну может в принципе может я что то слышал чё так от него еще кто то подходит крайне 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 напряженная ситуация на самом деле придется пока что стрелять слепую с но подходит еще очень 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 опасно ситуации но подходит как минимум как минимум как минимум как минимум разобраться с вождем хорошо ой ой на перезарядке слоев невозможно так так может может очень легко добиться план с так разобраться с червями так хорошо разобрались червями и еще один вождь так значит полина быстренько так так вождя еще не вождя шимана дима полечит сюда потом я так уничтожил подальнего вождя я думаю с помощью дробовиков просто быстро и легко я сниму приказывает ну урон но почти сняли вождя так в принципе она может 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 вот этого но сейчас шамана начнет всех поднимать так дима бросай свое лечение ты должен тоже помочь по линии так отлично теперь второй потом создаваем как нибудь как нибудь разберемся главное снять шимана так пожалуйста добиваем еще один хорошо тут мужики разберутся без проблем будут добивать на завершении миссии сюда они уже все равно не успеют так вот этого шимана они сейчас будут хилить друг друга ой как плохо ладно отлично 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 не снимает этого вождя так а почему ага понятно сколько у меня осталось шесть так еще секунд сколько 20 пусть все таки добьет этого вождя а нам просто жизненно необходимы уже так неважно что полина должна сама добить его отлично все дима бежит сюда хилит сухлана полина тоже отступает потому что внешний бой который с вождем очень очень опасно уходим 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 так отлично разбираются с вождем далее добивать операцию под десант алфимик так отлично поднять Светлану так что когда делают ага вождь целит ее тогда отойдем ее и будем все таки издеваться она все равно сейчас все 20 секунд у нас не было ну и все вроде бы как мы разобрались вот с такой вот интересной тактической ситуации уходим конечно уходим 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 цель уничтожен 7 целых полный это очень долго на всякий случай мы уже можем эвакуироваться но он и конечно жду приказаний какие приказы так скафандры почему почему так важно и сверху с полочки выхожу мы его не замечаем сразу сходу так все, Светлана у нас похилина так сейчас мы не можем просто друг другу стоять и не пищить ладно ладно ой скучно конечно я готова я пошел мы не отправляемся убиваться наше тем более диего уже подошел вообще все хорошо там и гард сейчас мы уже вообще очень легко быстро разбираемся с этим резакцем так не получится есть да ладно 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 сейчас получится я готова атаку вставляем на линии огня наших бойцов атаку будет сделано надо без проблем и разбираемся с этим огнем так так этот пытается встать гаральда туда и мы побеждаем без видимой потери но идут без сознания но свою роль снайпера она выполнила отлично вот у нас новое вооружение это у нас ручной племен зеро людей возьмем все что есть потому что я очень жал ну и можно улетать отсюда территорию мы защитили великолепно повышение повышение Дмитрия имеются кандидаты на повышение квалификации ну вот повысим ему локость потому что на вскидку он тоже стреляет и достаточно часто так и очень очень еще хотелось бы видеть для производства некоторых предметов необходим определенно очень хотелось бы видеть что прицел ну да прицел нас после гатвы где идет понятно так вот у нас вернулся макар отправляется туда возможно следует ну и Тихон скоро нас покинет так отлично Коля отправляется помогать строить роботов вот сразу же увеличивается аж любовь на производстве боеприпасов смотрим проверим нашу ситуацию с боеприпасами ими у тебя нормально на планете построена новая станция в вашем отряде пополнение так первый робот готов отлично на планете построена новая станция поступление ресурсов увеличилось вот кстати можно захватить ветикуламина экспедиционера так сказать но нет слишком опасно вообще агрессивность агрессивность не позволяет вам это сделать и теперь инженерному транспорту остается только построить радар производство завершено в вашем отряде пополнение так отлично второй робот теперь осталось трели для них построить произвести и вооружение очень скоро давайте посмотрим по времени давайте даже и бросим всех туда потому как это приоритете это приоритете у нас почему я так раньше не сделал вот у нас уже завершена и мы сформируем я сформирую новый отряд против ритикулан итак отряд у нас сформирован называется он оскар и так а почему класс защиты айяяяя один костюмчик извините видите одна плоскость и все приходится начинать сначала ну вот он завершён практически завершён есть одно громадное но я забыл что у наших роботов ещё не произведено вооружение ещё немножечко скипнул времени чисто случайно и в это время на нас успели напасть вот защищаться мы будем днём отрядом естественно не этим отряд у нас будет наш видный отряд потом дробовика имеет свойство очень быстро заканчиваться поэтому мы будем побольше вот так а по времени тут где-то дня два с половиной так около трёх дней и три дня нам надо продержаться а потом уже мы сможем нападать на антикула и и и и давайте попробуем начнется так так а так а тем не менее у нас уже два премьера оружия предметов и они в твоём вполне даже неплохо будут справляться но чем больше тем лучше естественно так в принципе выдвигаемся так не самое удачное место начало схватки но в принципе я думаю пойдём так с планом разведку туда ставим ну а ю вот сюда будет относительно возвышенность да сверху будет обзор на практически всё поле боя но опять же можно укрываться за техникой очень неплохо ну да Светлана как всегда первая замечает противника но нам пока не надо с ним сталкиваться тем более судя по всему это был паук сейчас проверим будет так это или нет ну сразу же червя замечаем и поставим силу снять похоже тут у нас особо сопротивления не будет два выстрела и готов далее паука ну как мы видим снайперка очень хорошая штука такой урон 66 неплохой а нет всё таки вот опа бождь хочет стрелять оттуда по ю а мы же мы же мы же идём в клоуз немного опасно а про нечего возможно не спорим но стоит того и было и не будет стараться снять полка открывают школьный огонь приказывает боюсь я не смогу это сделать готов я на связи выхожу уже вас выхожу сейчас я его слушаю вас уже иду будет так ну и супер потом поможет кстати против вождя очень посмотрел смотрелось смотрелось бы интересны эти самые дезинтегратора так сказать давайте попробуем диего с помощью этой гиперпушки убить вождя ну это отлично нам удается так черт ползает вроде бы а нет от нее но все равно и вроде как все хорошо получается да я думаю черт это последний но светлана так не слабо успели потребовать потому что запутали первое с гиперпушки по червям не палим используем дробовик диего добивает вождя очень неплохой урон да все как я и говорил сильного сопротивления тут не ожидалось его и не было очень быстро без пыли и шума член вашей команды полностью здоров на планете построена новая станция так отлично кстати на ту территорию которая напали там ведь отменилась строительство военная станция она нам там очень нужна потому что как мы видим мы некоторых и напали то есть там построен станция там так отлично мы можем уже следить первого робота лазерная винтовка и батареи и хорошо осталось так а тем временем у нас уже доступна вот такая вот штучка давайте сравним обычную снайперскую винтовку и лазерную значит дальность у лазерной 75 метров у обычной 64 лазерная в этом плане выигрывает так урон 107 у обычной и 107 у лазерной одинаково время атаки время подготовки одинаковое вес лазерной больше но по патронам у снайперки стрел пулевой проще их больше так время атаки 1.5 1 лазерная быстрее точность одинаковая ну и заряды да лазерная петра сможет выстрелить не смотря на батарею 15 единиц она энергии сжирает по 3 с батареей а стрелка пулевая естественно одна пуля 11 но лазерным нельзя драться в ближнем бою видимо она слишком хрупкая и вот так вот она выглядит переняли ее конструкцию из уфа aftershock вторая часть там вот тоже была снайперская винтовка лазерная дизайн очень очень сходим то есть тоже такая вот наплечная конструкция и стройный петел видимо давайте посмотрим можно ли ее как-нибудь вот ее можно улучшать да можно это видимо и прицел но очень на него похоже так эм вот у нас уже видимо было завершено ой сколько у нас было завершено я даже не заметил вот у нас технология гатлинга собственно вот шестиствольный пулемет очень очень годный и передавая оптика соответственно возможно стали доступны новое здание да цех точной оптики в разуме стоит ну какое тогда стоит а цех точной механики совсем не так в любом случае давайте поставим цех точной механики новый и цех микроэлектрон так а значит у нас теперь огромное количество новых предметов доступно но для начала нам бы нам бы со старым разобраться я думаю мы уже можем отправить бутиль фен фенку нашу старую добрую послужила она нам неплохо но уже исчерпала себя лазерные пистолеты так и не использовали но в принципе я думаю он нам еще понадобится поэтому не будем списывать так смотрим значит вот у нас гатлинд иииии нам необходим металл для него появилось и металл и бронебой и бронебой и вот даже появляются дополнительные модули для скафандра тот самый прибор пнв прибор ночного видения очень очень полезная штука ночные миссии с ним становится гораздо проще да и прибор инфровидения тоже полезная штука но для начала надо завершить старое все старое производство и вот начать производить дополнительные наши модули для вооружения и пора 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 провести перевооружение давайте-ка посмотрим что у нас там лазерные пистолеты не стреляют на все в принципе ничего хорошего единственное это да даже не совсем изменяемой его и точность нет лазерный пистолет не однозначно не радует так ну тут все по старому остается лесники единственное то что сюда еще можно оставим оставим все как есть так видите вот вот тут однозначно замена м в принципе лазерные ментовки штука полезная sky будет оскар ш так не другое пойдет пойдет в м в принципе все неплохо не форм у заканчиваются у нас патроны для дробовика видно это видно угу клевик вроде бы все в порядке у нас а нет ой-ой-ой совершенно промах м м последний вот это еще один ускор нам именовать с роботами пожалуй он не но так лучше защищают от агрессивной внешне шум а и у нас а будет сейчас справа с дорог попался макронику и механика нет не надо тут у нас умертливость и разведка неплохо силы так продолжим обучение по снайперсу проходить нам кстати скрипать быстренько один для производства некоторых предметов необходимо выделить инженерную площадку так у нас с поэтому он снова так и немножечко не остается один день и все мы начинаем вручить он снова напали снова зверолюди где-то делают ах 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 одни скафендры хороши ладно а знаете что добавлю-ка я к лесникам нашим вот этих вот ребят чтоб набирались опыта близко к боевым действиям я их отпускать не буду естественно но издалека пускай а даже вот так почему бы им не постелять угу хорошо так если кто у нас на вылет отправляются да все хорошо успеют да наверняка успели и на базе построен цех точной оптики соответственно мы можем использовать предметов необходимо производить лазерные прицелы и оптические прицелы так ну давайте вот так вот пока что только для них один оптический прицел посмотрим что нам станет доступно так так такая же у нас карта ну в принципе действовать мы будем так же меня мне понравилось другой вопрос в том что у нас теперь дело осложняется отсутствием медика техника но есть снайпер а это о чем то договорить пускай не слишком опытных но все же снайпера где капитан ишь ты куда забрался ох друг ошибка это твоя ошибка дружище отлично минус один и юр занимает его позицию и для нас это ошибки не будет потому как мы сверху будем попадать с легкостью а вот для него это дороже сложно так есть кто то внизу соответственно занимает пока что промежуточную позицию вот тут вот так новые противники это у нас вождь опасен не спорю и саманту ой Светлану надо вернуть пожалуй 10 процентов поют шанс попадания ну так относительно опасно я скажу так два капитана и вождь опасно но ошибка так все же очень здесь так не нравится вот здесь командир и и все так и так и был опасно не могу это сделать я его как слушая почему это похоже ой 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 как опасно зато вождь лег немножечко хурет и капитан с пану пану агент братуха прикроет должность почему и почему мы не можем заинтересоваться на сцене ладно неважно в в в в в другом веке это мощь просто вот отлично минус 1 2 осталось в оксинах с невозможной непосредственно и ты слишком предсказуемо нам необходимо прикрыть все таки я пока он не давай бегать а не имеется пищах достает нам сезон сознание на червя мы должны поработать так с этими покончены я думаю в принципе возможно тут больше бы может быть и никого не будет но не факт нет вот все таки наша основная цель она на внизу я на связи я вы знаете что он даже сверху появилось как бы страны это не звучало но это факт не так и так но все таки где спустись остается с братом отлично а теперь капитан так так и и ну давай сюда что мало ли ну вот но не пассивно собственно правда там кто то был на разведке чтобы это не было какой нибудь там оптики сна отлично так и и так и так и и почему будет отлично все есть зале контакт и начинаем не начало приказывать боюсь я не смогу это сделать это выше моих возможностях боюсь я не смогу это сделать боюсь я не могу я на связи атакую что дальше я его сниму так 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 и так так да у нас еще химик как я и подозревал так 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 мерзкими клипами которые уже не наверно раздражают так 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 но и так просто безумие бросать гранаты плотную но здесь мы вроде как забываем забываем добиться вождя ну сейчас слануете справа хорошо иду да вождя нам надо добить что быстренько это и делаем и заканчиваем силу да отлично жарный герка забирает все с поля боя так так ну и на зоне у нас следующим да сразу же после скандинга построена радарная станция производство завершено на базе построено новое здание на планете построена новая станция так и остается построить 4 4 радара а на базе на базе одно здание если я не ошибаюсь нет на базе уже все все построено больше ничего нельзя построить соответственно отправляем всех инженеров на производство ну вот у нас оптический петел будет и 4 часа до производства робота точнее производства оружия робота и пластик зверо людей очень интересная штука и мы можем теперь разработать новую броню средняя броня что очень 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 полезно поэтому мы это и сделаем угу так открыта новая технология чужие заняли соседнюю территорию производство завершено так что город тарсис захвачены и вот непосредственно боевые действия между ретикуланами экспедиции вот жалко что в игре не реализованы миссии там где участвовала не одна а несколько фракций ну не одна в смысле не две то есть там всегда люди то есть мы участвуем воюем против людей роботов ретикулан экспедиции если бы было бы несколько например вот тут вот такая миссия вот у нас сейчас с ретикланами союз вот тут вот была бы миссия ретиклане воюют с экспедицией и мы должны помочь цикла ну потому как у нас честный союз было бы было бы очень интересно вид это нам жаль что это уже не буду видеть и мы снижаем наших мят снижаем наших мят проверяем угу угу да все в порядке все ну нам уже лазер наверное топка ни к чему так а сколько если подождать прицела для производства некоторых предметов 18 часов ну давайте попробуем подождать тем более все равно нам нужен день да а нет нам нужна ночь ну давайте тогда дождемся следующей ночи мне очень хочется прицел на самом деле и обучение наверное будет у меня там обучение еще один зон ладно давайте я хочу ээээ испробовать снайпера на этих эти план а также роботов поэтому в принципе у нас есть две территории с адресивностью даже три вот взять противника в плен просто идеально идеально есть у нас доктор есть доктор все выполняем эту миссию прямо сейчас Фейл Сказал выполнять миссию прямо сейчас Не нажал выслать им лор Да и вообще Чтобы кого-то захватить Нам надо кого-то исключить из отряда Это будет конечно же Полина Да Запейл Бесспорно Давайте я вот сюда Чтобы не терять снаряжение И потом времени не тратить за зря И кстати вот я Хорошо не отправился Там повышение надо раздать всякие Ну я думаю близнецов развивать абсолютно одинаково И действовать они будут в паре В принципе практически как действует у нас Даниил с Гарли Днем Не хочу А ночью До славности все в порядке Успеем может быть Мне кажется что успеем Давайте попробуем Если у нас будет день То мы Просто улетим Сразу же Отличную ночь мы успели Великолепно Отличная карта Она мне как всегда очень нравится И ют мы отправим на великолепнейшую Снайперскую позицию Вот смотрите С этого Выступом просто Вся Вся Местность Посматривается Но Все упирается В то Насколько Она будет точно Смелять Ну и роботов Куда Ой-яй-яй В целых два раза больше Они будут туда ехать Друг другу мешать Так что Вот так Наш отъезд Отправляемся Но ют Очень внимательно Это радует Но так как ночь Нет ПНВ О Вот видите Она прям очень внимательна И может Стрелять И стрелять Крайне эффективно И ребята сейчас получат Ей Получат Не слабо Промах Ничего Мы сейчас Второй промах Так Ют Не справляйся Отлично Но Вот это вот Не радует Стрелять Ответная Отлично Вот Пайзи Которого нам надо захватить Заходим Немножечко в сторону И добиваем Отлично Минус Так И нам не хватает Засветки Да Немножечко отойдем Понятно Что скажете Тут пожалуй Отыграем Минять От укрытия Отыграем И Посмотрим Так Роботов Я читал Что Да У роботов Было очень Очень Сильно Увеличено ХП Потому Как это Было бы логично Так у них Поначалу Было По 60 ХП То есть Сложно Было С ними Издеваетесь Ладно Ладно Что дальше А тебе что Здесь командир Слушаю Иду Я здесь командир Не вопрос Слушайте Я так не могу Здесь командир Не вопрос Что приказание Да вот кто то есть Понятно Слушаю Да блин Я Запутался В кнопках Как всегда Я Подклеворукий Герк Собственно Какой у нас план Роботами Мы подсветим Ют Она сможет Сделять И потом Уже Ворвемся Ребятами Остальными Так Все оружие Не радует Так Сможет ли Сделяться Оттуда Не собираюсь Но зато Помогут Сами роботы Но для этого Надо было Немножечко Поближе Подойти Чтобы Подсветить Других Так А Тем временем Нам на самом деле Пора бы Врываться Так что Чем дольше Мы стоим Тем все Хуже Будет Становиться Для нас Ладно Я пошел Я здесь Командир Уже Иду Здесь Командир Здесь Командир Уже Иду Все Очень 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 Опасно Будет Делать Все Что Я Сил А В Сил Очень Мало Вот Эти Вот Ребята Все Псионки Все Псионки Я Что Слышал Ребят Просто Вообще Ладно Их Там Попадает Ладно 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 Еще Хотя Боже Так Минусует Но больше Больше Она Никого Не Видит Интересно Отсюда Она Могла Быстрелять Могла Бегом Вид На Тебя Надежда Смогла Бой Их Наша Босмор Так Отлично Не Можем Есть Кого Лучить Скажем Дальше Действовать Сами Отличный Минус Один Минус Диму Оглушат Будет Очень 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 Хорошо Единственное Радует То Что Он По идее Должен Как Сражаться Так Ют У нас На Позиции И Сейчас Начнется Просто Дикий Экшон Отлично Еще Один Лежит Великолепно Да Дима У нас В рабочем Состоянии Так Сказать Я его Достану И Так Отлично Дима Они не могут достать Единственное что они могут Делать Это взять Под контроль Но Они глупые Отличный Просто Великолепно Сработал Отличный Молодец Так Какого Еще Вот Гильзы Ну Все Уже Ситуация Разрулили Так Я Далеко Остался Позади Так Будем Пусть Погубивал Вперед Вперед Не справляются Великолепно Со своей Выдачей В принципе Ей пока Не по кому Стрелять Этого Она ваншотинг Но нам Его надо захватить Живо Ситуация Все еще Достаточно Опасная Ай-яй-яй Убил Криворукий Герка Не мог Замедлить Время Чтобы Быть Поаккуратнее Ладно Все видят Ют А Ют Никого Попробуем Стрелять Супер Убил Получится Включая Отключая Да Я уже Видел Пока Будем Слепую Вот так Вот так Ваншот Ванкил Как Говорится Отлично Открывай Логонь ну что ж тогда мы уже проверим позицию танкуем роботами ребятами пока что ну что ж уже опробованная схема теперь мы сможем действовать гораздо ну начинается веселье ладно есть командир так я вас понял ладно так у них какой то очень мощный псион есть радует то что они включили свои установки на оглушающий режим а дима со своей подготовкой по стойкости ну просто плевать на это еще еще также радует то что у ее есть хотел сказать что еще радует также что у них нет ракетометчиков ракетометчики появились собственно ракетометчики у нас приоритете я его достану я его достану так как название стреляет поют сейчас вырубить мы его не можем а я пошел я подогнем а а а вот теперь уже все еще слишком много там надо обойти отлично молодец больше пока что нет поэтому не отойдет робота добиваем несколько отлично отлично ребят расправляются и со следующим здесь командир здесь командир так а вы в паломнице так плохо но терпим что это такое вот только ой ракета по кому пацана ребят надо срочно отводить дима ну это ты издеваешься как ты его не не видишь и ракета была не по ребятам а по роботам это это хорошо по роботам можно а теперь попробую видеть вот это вот существо да я думаю ты волшебник если ты такой слепой ну давай дружище где так добивает хорошо полезно приятно наконец-то он все изволено заметить так ну ведь он разберется и я пошел на убийство тех троих так сохранимся а теперь мы уже не допустим такой ошибки отлично все всех минусанули теперь мы возьмем ребят на сцену этот есть идет как и следовало ожидать разбирается с ним а теперь нам вот с этим здесь командир иду было бы хорошо вот с этим мальчиком разобраться а они тут под ступеньками вот почему может что ж понятно дима ты никак болен так опасно потому что эти горе ракетометчики могут и по по нужному нам попасть и тогда будет все не очень хорошо а давай дима один выстрел убил да слишком слабая броня слишком мало жизни ясно хорошо как же увезло что сохранился ох да не ожидал я что так трудно будет не ожидал ведь один выстрел был один как его не знаю не знаю можно попробовать лазер робота наверх этого вниз ребят убивают у нас дима плотно не может смотреть шесть и я пошел и я не знаю это все и 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 вот тех может на конечно дима но кто его не знаю он никого не видит он ничего не может так резико ланин готов осталось только подвеснись подвеснись дима быстренько ваншот великолепный так захвачен дима теперь ты должен печь убить этого а хотя нет давайте-ка сначала вылечу сколько у нас до 60 60 дороги это еще просто минимум у нее и кто-то лечит да и так и так идет что нибудь колонию и как опасно так хорошо отлично все у нас есть парень который чувствует свою психистью теперь убить быстренько нет друг и все это победа это было на самом деле не слишком сложная миссия но я тупил нет да я слишком тупил возьмем один трупик потому как показывается что он уникальный а в остальном этом боеприпасы мины боеприпасы ракеты реалитет на батарейке естественно все оружие нам не понадобится потому что люди его используются к сожалению не могут мы все отлично захватили а да все правильно да все правильно и не теперь во первых можем захватить статюритарию а во вторых мы можем заключить мир и союз теперь экспедиция наши союзники и они не будут у нас нападать так и остается и радара вот здесь здесь открыта новая технология это как раз таки турбодвигатель транспорта хорошо захват врагов живьем очень полезно наверно хотя нет вот передовые технологии эти план очень интересно узнать а почему это нам стало доступно теперь мы можем строить так вот это был испытаний взрывчатых веществ хорошо а мы же даже не допросили недоступен недоступно вот она все понятно вопрос солдат эти план начало нам надо исследовать вскрыть вскрытие цикланина а затем же построить допрос веками так ну чтож в принципе достаточно много сегодня сделали следующей серии разберемся с тем что мы нарыли на сегодня захватили эти куланина стараемся исследовать все эти технологии построить необходимое знание допросить его ну и пожалуй дальше как пойдет собственно на этом все всем удачи всем пока конечно